Гаражи под снос. Городская ассоциация автомобилистов и представители гаражных кооперативов, расположенных вблизи аэропорта, долгие годы ведут безуспешную борьбу с городской властью за право на существование. Чиновники горсовета пугают автомобилистов скорым сносом. Предприимчивые бизнесмены уже присмотрели землю под многоэтажки. Зеленый свет, по сути, включен. Отчаявшиеся люди обратились за помощью к лидеру Украинской морской партии Сергею Кивалову. Одесса на пороге инфраструктурного коллапса. Действовать нужно незамедлительно. Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов в Малиновском районе встретился с представителями гаражных кооперативов. Одесситы обеспокоены тем, что гаражи недалеко от одесского аэропорта. Местная власть пытается убрать уже который год, применяя различные не очень дипломатические методы. Сначала всему кооперативу отключили свет. Затем начались попытки захватить территорию рейдерским путем с помощью людей в погонах. Вы знаете, вот несмотря на выходной день, сегодня многие автомобилисты не поехали на дачу, на рыбалку, на отдых, а пришли на встречу с членами Украинской морской партии. Потому что их уже припекло. Сколько лет они обращаются и сколько лет они просят для того, чтобы узаконить и принять соответствующее положение гаражном кооперативе, чиновники городской власти, они отписываются, не хотят даже встречаться, не хотят говорить на эту тему. Потому что проблема заключается в том, что гаражный кооператив находится в хорошем месте в Малиновском районе. И кто-то, ну я знаю кто, руководство города присмотрело эту землю для очередной застройки многоквартирных и жилых домов. Согласно всех документов, земля является собственностью городской общины, а именно владельцев гаражей. Эти сооружения были построены несколько десятилетий назад. Большинство из них уже имеют каменный фундамент и у всех есть документы на право собственности. В целом на указанной территории гаражей насчитывается около полутора тысяч. Есть свои СТО и шиномонтажки. Также неподалеку от кооператива находится аэропорт, поэтому строительство многоэтажных домов опасно. Они настолько цинично относятся ко всему. Вот мы присмотрели хорошая земля, а вы уходите, мы не хотим даже слушать. Они не понимают, что здесь за каждым стоит человек и самое главное, что небезопасно здесь, потому что рядом аэропорт. А когда рядом аэропорт, не могут быть и нельзя строить. Это одно, а второе юридически на каком основании. Но я понимаю, вы сказали, вот мы вам построили стоянку. Вот такая. Каждого лучшее условие будет. Это понятно. А то говорят, вы тут стоите. Кто вы такие? Одиннадцать с половиной тысяч паркомет здесь, в этом только Малиновском районе. Вот так цинично. Существующее положение об автостоянках, которое разработано было в городе много лет тому, оно защищает интересы только городской власти. То есть на самом деле интересы людей, которые держат здесь свои гаражи и свои автомобили, они уязвимы. И поэтому городская власть, конечно, удовлетворена этим старым положением. Мы, как ассоциация, боремся за то, чтобы это положение изменить. Мы очень надеемся на то, что при поддержке Сергея Васильевича Кивалова, Украинской морской партии, безусловно, это удастся осуществить. Положение новое, которое защитит автолюбителей всех, оно будет принято. Автомобилисты единогласны в своей позиции. Городская власть стремится всеми возможными способами отобрать землю у автостоянок, которые платят городу аренду, и выделить эту землю крупным застройщикам под многоэтажки. В Малиновском районе уже виден наглядный пример того, как это происходит. На улице 25-й Чапаевской дивизии и нынешней Инглезе многоэтажки вплотную приблизились к территории автостоянок. То есть у людей, по сути, пытаются отобрать их собственность, их гаражи, на основании того, что земля, на которой эти гаражи расположены, принадлежит городу. Граждане и кооперативы рассчитывают на поддержку Украинской морской партии и ее лидера Сергея Кивалова. Были представители власти, посмотрели документы, посмотрели территорию, что она соответствует, но вопрос остался также в подвешенном состоянии. Мы под угрозой сноса в связи с расширением аэропорта или непонятно еще чего, или просто продажей земли. Также нам постоянно отключают электричество, мотивируя или без мотивации, то говорят, что мы превышаем лимит, что у нас там какие-то предприятия, то просто не озвучивая выключали. При этом у нас есть договор с РЭСом о поставке электричества, у нас есть договор с аэропортом о транзите электричества. Я обратился к Сергею Кивалову в надежде все-таки разъяснить эту ситуацию. Эта проблема на сегодняшний день наша, но завтра эта проблема будет города и Черемушек в частности. В чем будет заключаться? Когда вот то количество автомобилей окажутся на улице, соответственно, где они окажутся? Либо на проезжей части, что и так затруднит движение, а в подавляющем большинстве будут ставить между домами межквартальные проезды, которые и так достаточно узкие, и когда проектировались Черемушки, такого количества автомобилей в советское время, соответственно, не было. Приехал Сергей Васильевич. Я считаю, что это достаточно конструктивный разговор. Мы получаем на него достаточно адекватные ответы на наши вопросы, на наши чаяния. И надеемся, что если наша нынешняя власть нам не может помочь, то я думаю, что нашей нынешней власти надо об этом задуматься. Мы обратились к Сергею Кивалову. Хотим найти в его лице поддержку, чтобы он грамотно, профессионально, юридически обоснованно сумел отстоять интересы как владельцев гаражных оперативов, так и всех остальных граждан, которые, возможно, будут подвергнуты опасности, если приобретут дома, жилье в домах, которые расположены вблизи к технологически опасным объектам. Ассоциация автомобилистов Одесской области много лет ведет борьбу с городской властью, отстаивая интересы автомобилистов в судах. В данный момент идет очередное судебное разбирательство по поводу новой редакции «Положение об автостоянках», которую предлагает городским властям Ассоциация автомобилистов. Старой редакции «Положение об автостоянках» было составлено городскими властями так, чтобы чиновники всегда оставались полными хозяевами в этом вопросе и всегда могли использовать этот документ, так как выгодно им, говорят представители гаражных кооперативов. Сегодня одесские автомобилисты и члены Ассоциации автомобилистов Одесской области доверили свои интересы Украинской морской партии Сергея Кивалова, чтобы политсила смогла помочь в решении столь важного для всего города вопроса.